Команда у себя дома стадио Олимпико проводила против Вероны, добилась Рома убедительной победы. Но, к сожалению, для Себио де Франческо некоторые футболисты не лучшим образом себя чувствуют. Седьмой Лоренцо Пелегрини, шестой Кевин Стротман. Семнадцатый, что очень напряженный график, Рома играет, по всему прочему, в Лиге Чемпионов. И в ближайшем моменту просто посмотрите, как они вступают в отбор, как они ведут борьбу, как активно они сейчас бегут в атаку, удар по воротам Алисона вперед. Коваров разыгрывает мяч с Диего Перотти, удар по воротам состоялся, но здесь, как мы видим, есть обчак Кевин Стротман, очень здорово сыграно в отборе. Стротман делает пас налево, Коваров аккуратная передача на Стротмана, и дальше попытка сбрасывал в направлении Ашрафа Лазара. Неудачно подача, Джеку бьет! Вот это был хороший, не выносит мяч вперед в расчете на то, что Джеку за него поборется, а за счет паса выходит из обороны Джеку. Пока регулярно Терес решил пробить. Максим Гоналон оказывается на пути мяча Джеку, но это нарушение правил. Стротман оставляет мяч Джеку, тот в ходе штрафную площадь, мяч под левой ногой, и Джеку, ну как минимум, наверное, пытался заработать угла. Контратака Беневенто, можно делать передачу, она пошла, момент опаснейший удар, и мимо цы. Играет вперед по флангу Александр Каларов, здорово подрабатывает мяч, не позволяет сопернику к нему подойти, и это гол, Эдин Джеку! Держать Эдина Джеку, смотрите, смотрите за Джеку в этом моменте. Понятно, что Каларов красавец. Вот зачем побежали сопротивление сразу соперников, и опасный ответ хозяев поля Фасио! Вот, посмотрите, что делает Федерико Фасио, да, на контрасте с предыдущим моментом. Здесь Алисон вполне может позволить. Пероти, и слева Александр Каларов, причем его точно накрыть не успеет, просто Каларов будет. Видимо, все-таки Пероти, разыгравший мяч с Каларом. Хороший заброс, и смотрите, вратарь-то пролетает мимо мяча. Игра продолжается, подбор за Джингизом Ундером. Еще один заброс штрафную. Ох, как сейчас классно играет Лоренцо Пелли. Джеку, нет положения в ней. Эдина Джеку сам прошел, сам пробил. Тротман, и опять смотрите, какая зона свободная в обороне команды, и чуть было Джеку не повторил. То, что удалось ему сделать пять минут назад. Опять хороший пас во вратарскую, и Джеку там пытался отреагировать. На этот раз сразу пас во вратарскую. Джингиз Ундер сыграл вовсе. Еще один момент, удар по своим воротам, и 2-0 в пользу гостей. Еще одна фланговая атака, прострела Пруно Переса. Наверное, Джеку уходит Пероти, и смог мяч удержать в поле. Передача Джеку! Ну не так-то просто было Джеку найти. Угловой исполняет Катальди. Здесь Алисону было нелегко, потому что пар... Рома возможность атаковать через центр, но Рома-то была и не против. Смотрите, и сейчас это происходит. Бруно Перес. Прострелка команды происходила очень активно. Подача в штрафную площадь. Вот такая потеря. Джеку можно забивать второй удар. Джеку! Какой красивый гол! И вот что значит пробил. Как и в прошлом туре он делает дубль. Ну, здесь, мне кажется, комментировать игру Бенавенту в обороне излишне. Рома снова в атаке. Попытка прострелить. И снова в центре поля. Здоровенная зона. Рома этим пользуется. Джеку! Штрафной удар. И снова разыгран мяч. Удар по воротам. Вот наконец-то вид. Подача Александра Коварова. И, видимо, чипса. Катальди. Мяч под левой ногой. Бьет Данила Катальди. Большая. Заброс вперед. Вот может быть момент. Бежать, бежать, бежать. Кода. Удар по воротам. И здесь нет положения вне игры. Кода. Эль Шарауи. Забегание Каларова. Заметил Эль Шарауи. Прострел. Эль Шарауи. Гонолон. Джерсон. Снова Гонолон. На левых фланге два партнера. И Шарауи сам бьет. Тур продолжится сегодня. Каларов. Какую передачу делает Стротман. Ну, красота, да и только. И смотрите то же самое, что в первом тайме. Еще один автогол. Но та же самая проблема. Вот будет сейчас пятый номер. Капитанка посмотрел на него. Аджико оп и убегает в сторону. И Бетони он один. И вот так. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...